От души в душу Ну ночью точно Я батарею выбрасывал Я елку не выбрасывал, пацаны Я выбрасывал батарею с 8 этажа Это была еще в городе Криворух Она ж под люка тяжелая Два часа ночи На два метра внутрь Вышел, немножко присыпал И все отлично В клумбу Позор Чем чморили Ты уже там толстая Старая жопа, блин, нет Вот это вот лучший способ похудеть И сразу там в себя приходишь И вперед в зал Спасибо за комплимент Ну вот, вот началось Давно уже никто не появляется Старперы появляются Провожали одного Шикарного Вы же смотрели, да? Провожали, нет? По-моему, было неплохо Здрасте, добрый вечер Видели сегодня? Привет Ну, во-первых, он появился в Киеве Мы очень давно не видели Тема, наш дружбан Еще с тех времен Как раз мы залетели Они уже летели Ты знаешь, вот когда Пролетали два самолета Динамовский и наш Вот мы были рядышком Тогда много пацанов было крутых В футболе, с которыми мы общались А потом уже стыдно Знаешь, когда входишь на футбол Говорит Мы с мамой смотрели еще в ваши кварталы Когда? Говорю, все, уже неинтересно Сразу неинтересно Мой Динамо, это Ребруха, это Шеева Вот это вот все Это Туснята Это Тьома Даже он недавно Там было пару интервью у Сашки Пьяницы, нашего друга Все хорошо Они были в прошлом Но они шикарные футболисты Тогда было немного честнее Селя, да, селя дружок тоже Ну все же сабы Друзья мои все Під час футбольных матчев Олімпийские заповнюются уболевальниками Яки стають одним цілим заради підтримки своєї рідної команди Так само згуртувалися всі українці і всеукраїнські під час війни заради нашої спільної перемоги Парімач не виняток ПМ разом з Трібуна Ком та Русланом Маліновським проводять благодійний аукціон Ціль гідна – зібрати кошти на тепловізори, ліки та бронежилети для наших військових Розігрують ексклюзивну футболку з автографом Маліни та надписом Маріуполь Міста незламності, військової слави та відважних захисників українських земель Допомагай своїм, тисни на посилання в першому закріпленому коментарі під цим відео Я скажу, що буде ще. В цьому році случилась історія. Мене позвонив мій товариш і прислав фотографію раму мотоцикла Я кажу – клас, це ж крутяк. Він кажу – да. Я кажу – твоя? Він кажу – не, твоя. Я купив її шість лет назад – восемь. Ми її засунули в гараж і потім настільки действо, ну, в якомусь цікаві, все це так швидко було. Я забув просто про це. Значить, ще один придеться. Мотоцикли – це дуже крута штука, дуже крута. У нас є мастер – Александр Белий. Вейт Гариш Сайкл. Це крутой чувак, який струє мотоцикли. У мене нет ни одного мотоцикла, який з магазина чи з салону. Вони неинтересні. Це все преснота. А вот, коли ти привозиш з мусорника, то есть у мене є парочка дуже інтересних. Допустим, первый мой Харлей, я його купив, я нес последний взнос за квартиру і не донес. Я купив тогда свій первый Харитон. Вот, он был очень интересный, потому что этот мотоцикл принадлежал… Есть такой самолёт самый крутой в мире – Мрия. Он был один из пилотов, инженером был. И вот он, мой мотоцикл прилетел в этом самолёте. Контрабасом прилетел из Эмиратов. Я говорю, как вы его спрятали? Он говорит, да там в машине можно заныкать, що угодно. Вот он прилетел, его никогда не продав. Ну, и остальные тоже очень тяжело. Никак, у нас очень хорошие отношения. Просто живу в другом месте и всё. Ну, тяжело, там есть моменты определённые. А так, всё отлично. Я надеюсь, сын меня понял. Ирина Сергеевна простила, но мне нужно было это сделать. Ну, а ну, как-то эта же химия закончилась, и вот и всё. Не надо мучить друг друга, мне так кажется. Каждый свой путь, при том, что мы работаем в одном месте, у нас очень хорошие отношения и деловые, и человеческие. Я не знаю, наркотики – это против меня. И я против наркотиков, даже лечебных. Я так сильно не болею, что мне нужны наркотики. Стоп, я думал про футболист. Коноплянка? Про Жеку? Нет, Евгений Коноплянка, во-первых. Евгений Коноплянка, во-первых. Евгений Коноплянка. А, Евгений Коноплянка, не знаю. То есть, кроме Жеки ещё там Конопля есть. Мама дорогая. Села-дала, ну ты ж знаешь, ну шо ты спрашиваешь-то, а? Работает вообще. У меня очень долго в мотоцикле было только одно сиденье. В этом году решил попробовать, поставил второе. Была одна история очень смешная. Расскажу. Я на додже ехал. Это возле сигарного дома Фортуна. Там есть два направления такие. Это на Бессарабке. И там такой странный светофор. Отсюда и вот так вот прямо. И они зажигаются, ты знаешь, там в секунду всё это дело. Я как раз сигарномом выскочил, прикурил и выезжаю. И я смотрю, он тухнет, я поехал, а там ещё тоже не разбериха. И стоит гаишник. И он такой, на! А я вот так вот подрезаю ещё Тойоту. И он такой, на! И такое окно открывается, а там ежев Саба. И он говорит, ой, извините, пожалуйста, подходит к моему окну. Я открыл, он посмотрел, говорит, идите нахуй. Ну просто, говорит, да идите вы нахуй. Ты понимаешь, он двоих остановил и ни одного, ну как оштрафовать. Ну два артиста. Так же. Он профессионал. У него серьга была в ухе. Пацаны, это тоже, это для вас специально. Он это скрывает, была-была-была. Мы, когда с Жека познакомились, ты понимаешь, когда долго с человеком общаешься, при том постоянно, не замечаешь, как он растёт, ты понимаешь. Но когда мы познакомились, это было очень жалкое зрелище. Он был лысый, очень худой. И когда он, наверное, зашёл в рекламу уже вот так, мы просто на это не обратили внимания. Поэтому как-то так. Он всегда был, в моей жизни Жека всегда был лысый. Я один раз его подловил, была история до того. Но у него есть родной брат, у них там небольшая разница, он очень похож. Вот. И он, когда приходит, я смотрю, говорю, вот, ужас Жека, давай лысый. Знаете, чем отличается бритый от лысого, нет? Бритый может, но не хочет, а лысый хочет, но не может. Пацаны, ну, во-первых, я говорю, чтобы было всё в порядке, чтобы мотоцикл ехал. Но есть железная жопа, да, это тысячу километров там за один присест. Ну, там в Америке, в основном, у нас мало, потому что у нас дорог там мало было. Я думаю, сейчас дороги сделаются, будет это. Ну, железная задница есть, ну, и всё, как бы. А в тех клубах, где я, там нормативы, другие там обязанности, решения. Ты должен быть всегда опрятен, трезв на мотоцикле, всё. Тысяча двести. Ну, вот за раз, это там остановки, понятное дело. У меня бак небольшой. Вот я загонял, вернулся. Ну, задница была там не железная, конечно, но такие полоски были от сиденья. Ну, вот сколько бы у них было недозабито, столько было его не питание. Это пять. Нет. Не расплачивался в ресторане было дело. Не хватило денег, расплатился через три года. Через четыре. Это было в свой день рождения, это смешно было. Ну, я не думал, что устрицы так дорого стоили. Это очень давно было. Это больше десяти лет назад. Ну, так получилось. Я как-то смотрю, ну, часы не те, денег нет. Ну, выйду покурю-то. Повесть у меня рубанула, потому что я через этот ресторан каждый раз проезжал, а у меня щека красная. Понимаешь, позор, позор, позор. Он приехал как-то, говорю, извините, пожалуйста. Они говорят, мы помним. Я думаю, наверное, долларов четыреста на те деньги. Уже нет этого ресторана. Это рыбный базар был. Мы, конечно. Во-первых, мы съедим все, что у них в сумках. Я так и считаю. Ты понимаешь? А потом мы их отпустим, и там им уже пиздец. Ну, тебе семь. Но за три приеду. Демпинг пошел. Хорошая стряга. Конечно. Даже на скорость, пацаны. На спуске, там, где памятник, в бой идут одни старики нашему, заслуженному артисту. Вот так гонял, да. Как обычно, катались, что-то дурачились на мотоцикле. У нас машины, что же. Мы говорим, давай на время. Мы где-то в кино видели. Гоняют. Давай погоняем. Ну, вот, да. Ну, больно, ты знаешь. Ну, серьезно. Больно валиться вообще просто. Зараза, там, такой прием идет жесткий. Тележки вернули. Вернули тележки. Надломаны. Сейчас очень много бары, которые там, ну, рубят. Как-то попался один мотоцикл, это тоже была Валаха. Валаха, но Валаха это ВЛА. А это АМИ, армейский, да. ВЛД это гражданская версия. И вот попался один мотоцикл, так, ты знаешь, в мудовом таком виде. Блять, интересный был мотор. И вообще за херню. Ну, такое, ну, иногда взлетает такая история. Вот человек не знает, знаешь, его срочно нужно забирать. Потому что его либо в лом сдадут, либо не из наживы. Я же ничего не продаю, не барыжничаю. И вот была история, что написал чудак, он там стоил чуть ли не там 1200 или 800. В чем интерес, что попался я и мой друг, который хотел мне этот мотор подарить. Это вообще смотри. Мотор это мотоцикл в жаргоне. Я был занят, у меня какая-то работа была. Я дал свой Dodge, и он уже ехал за ним ровно. И вот этот уже признался там на полпути. А какие-то ему там уже начали, знаешь, вопросы. Давай я буду переоформлять там первые какие-то деньги. Ну, что-то я там попал там 800-900, мать его, так. Мотоцикл жалко. И потом как-то, ты знаешь, я такой думаю, стоп, да не может такого быть. Я беру его номер телефона, пробиваю по своей базе, смотрю, что он уже торговал индиан, такой был это самое. Я уже зазвонил, отхамил и сказал другу, говорю, Игорь, разворачивайся, едь назад. Ну, было обидно, обидно, потому что тачку жалко. Я думал, что действительно будет такая. Это такой раритетик был бы, ну, знаешь, такой музейник. Да, да, они так, знаешь, они возникают, такие люди обычно. Типа, я не знаю цены, давай вот эта вот вся история. То есть, я готов дороже взять, но только чтобы он был. Ну, вот они начинают играть в историю, давай вот пока ты едешь, давай я тут у юриста, там надо что-то, у нотариуса, какие-то там свои схемы, предоплаты какие-то. Ну, вот такое вот говно. Ну, проституцию, наверное, да, но почему нет? Ну, девочки работают, работают. Очень тяжелая работа, ты знаешь, я вот на стройке работал, тяжело. Но они тоже терпят же. Я думаю, надо. Но они же хотят работать. Значит, им нужны льготы какие-то, правильно? Выслуга лета. Потом же какие-то награды, знаешь, ну, представляешь, ветеран этого дела. Тоже хорошая медаль. Ты прикинь, как она выглядеть будет. Это забавно. Можно из серебра, а если так, то золотая. Я его повел, здравствуйте. А-а-а. Нет, он пришел, он пришел, ну, Ирина Сергеевна мне, Ирка позвонила, говорит, хочет малый тату. А что? Ну, нашел там в интернете надпись. Пришел мне показал. Я говорю, сынок, давай, наверное, сходим по надписям, есть один человек, тебе расскажут. Он принес, посмотрел, говорит, ну, ты же не хочешь быть лохом? Михаев говорит, нет. Приходи завтра. Завтра выкатил маус вот такую картину. Говорит, вот. Я говорю, сынок, ну, чтоб ты был в теме, надо вот так. Идешь? Он говорит, захожу. Вечером я выслушал. Это что? Я говорю, это жизнь. Мальчик взрослый. Это его тату? Он придет, расскажет, хорошо? Что он имел в виду? Ну, оно было в четырех шрифтах. И так разнесено было круто. Маус, молодец. Потому что он падла, ты понимаешь? Если бы он был бескалорийный, это было лучшее, что есть, что придумано. Это, ну, подвох такой, ты понимаешь? Все, что хорошее, зараза, ну все вредное. Ребята, я не с пустыми руками. Говорю, есть у меня любимый коллектив. Я имею честь быть худруком. Я люблю эти красивые названия. Худрук, импресарио. Я люблю моих девчонок. Они очень талантливые. И мало того, что все, что вокруг них, это прекрасно. Вот немножко мерча. Вот смотрите. Во-первых, это шапка с такой вот розовой полосой. У нас есть дождевик, ребята. Дождевик очень крутой. Он прозрачный. Девчонки, это вот, если вот надо кого-то вдохновить. Ногая, сверху дождевик и по лужам босса. И все. Это все. Это романтик. Ну, понятное дело, немножко вот таких вот, да? Что это у нас? Это что? Это ежедневник. Сумка футбич. Ребята, если у кого-то хватит воображения залезть в эту сумку и носить ее как футбич, я просто вручу еще один. Вот еще. Это сумка-бананка. Я бананов не ем, но с сумкой хожу. Ребята, вот эти вот подарки получит тот, кто ответит правильно на мой вопрос. А теперь, внимание, вопрос. Имя первой девушки, в которую я был влюблен. Свои варианты ответов. Даже те девушки, хоть бы не умерла, Господи. Свои варианты ответов шлите в комментарии. Ребята, подписывайтесь на YouTube-канал. На YouTube-канале хорошо. Александр Пикалов, от души в душу. Слава Украине. От души в душу.